Сейчас поднимаешь, я тебе помогаю вывести и дальше сама. Пожалуйста, 5 повторений. Жим, штанги, ножа. Теперь Наталья подтягивает не только студентов, но и тело. За 20 лет преподавательской карьеры женщина обучила французскому сотни человек. То, что когда-то станет тренером, даже не думала. А вот сама тренировалась регулярно. За 42 года перепробовала многое – от аэробики до йоги. Но в 2019 году поняла, что хочет заняться спортом серьезно. К своим первым соревнованиям Всероссийскому кубку по бодибилдингу Наталья готовилась около года. Говорит, поначалу было сложно. Особенно соблюдать режим питания. Но старания спортсменки не прошли даром. Первый выход на сцену – и сразу первое место. Если нет особой мотивации – сложно. Если она есть – нет ничего невозможного. Какой-то начинаешь ловить даже удовольствие от этого. Потому что ты все время знаешь, как, что дальше делать. И понимаешь, какой будет результат. Наталья не скрывает. Ее тело – результат не только упорных тренировок, но и генетики. Однако именно систематические занятия спортом помогли раскрыть то, что дала природа. Если вы посмотрите на тех, кто постарше, и вы можете сравнить тех, кто ведет здоровый образ жизни, активный, и кто ничем не занимается. Две большие разницы. Поэтому спорт – это вклад в себя, это вклад в свою красоту. И не только красоту. Это же ведь общение, это хорошее настроение, это активность, энергию. Сейчас женщина готовится к региональным соревнованиям по бодибилдингу, которые пройдут в марте. Но планирует Наталья выступить не только в Алтайском крае и хочет попасть в Красноярск. Поэтому продолжает совершенствоваться и советует следовать и ее примеру. Чтобы нам подольше присутствовать в этом материальном мире, нужно заниматься своим физическим телом, не только духовным. Поэтому беритесь за себя, и жизнь вам повернется новыми красками абсолютно. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...